Всем самый добрый день! Сейчас готовлю очень быстрый, вкусный и нарядный торт без выпечки. Для этого нам нужен творог. К творогу я добавляю сразу сметану. Добавляю ванилин. Добавляйте сахар по вкусу, в зависимости от того, какая у вас по кислоте сметана и творог. У меня здесь где-то 120 грамм. И сейчас нужно всё это превратить в однородную массу. В рецепте я использую консервированные персики. И сок от персиков я тоже добавлю сюда в творожную массу. Сейчас в творожную массу добавляю желатин с молоком. Разведите желатин по инструкции, как написано на упаковке. Сейчас нам нужна любая форма, в которой вы будете делать данный торт. Почти до половины формы я заполняю творожной массой. Добавляю сюда печенье. Сейчас сверху добавляю ещё творожной массы. Добавляю персики. Можно добавить мандарины или апельсины. Можно даже использовать свежие. Оставшуюся творожную массу. И сверху засыпаю крошкой из этого же печенья. Крошкой от печенья засыпали очень тонким слоем, чтобы она впиталась в желе у нас. И как бы пропиталась им. Сейчас я отправляю в холодильник до полного застывания. Остывший десерт нужно переложить на блюдо из силиконовой формы. Это сделать очень просто. Почему я вам не показала и почему уже разрезанный десерт? Это просто потому, что я, когда делала запись, забыла включить камеру. Извините. Но я думаю, что это не сложно переложить из формы на блюдо. Нужно разогреть белый шоколад в пакете. И шоколадом, тонкой стройкой, нужно полить десерт. И сверху посыпать немного тертым белым шоколадом. Вот такой получился замечательный десерт. Сейчас давайте я теперь вам кусочек отрежу и покажу. Десерт готов. Вот такой он красивейший получился. Он очень мягкий и нежный внутри. Очень вкусный и в меру сладкий. Белый шоколад, который я добавила сверху, он дополняет вкус этого десерта и делает его необыкновенным. Готовьте с удовольствием этот замечательный и вкусный десерт. Он очень нарядный, зимний и снежный. Всего доброго и до новых вкусных рецептов! Спасибо. 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 Спасибо.